Своё 25-летие отметила Ульяновская областная газета «Канаж». Еженедельник на чувашском языке выпускается с 1989 года. Районный дом культуры села Большой Нагадкино еле вместил в себя желающих поздравить любимое издание с днём рождения. Не осталось в стороне и наша съёмочная группа. Ульяновская область и наша республика – давние и добрые соседи. Общеизвестный факт, что в дореволюционное время просветитель чувашского народа Иван Яковлев открыл здесь чувашские школы. Сегодня не каждый регион может похвалиться тем, что выпускает газету на другом языке. Что значит газета? Все говорили об этом. Поэтому это тот источник, который доводит оперативную информацию, достоверную информацию, нужную информацию для всех, кому нужна помощь. Кто добился чего-то хорошего, большого результата. Спасибо вам, дорогие ветераны журналистики. Журналисты, которые сегодня работают. Те, кто сегодня издаёт работы в средствах массовой информации. Я действительно нашему канашу желаю доброго здоровья, чтобы долго развивался. Действительно, много было юбилеев. В Ульяновской области проживают более 100 тысяч наших земляков. По численности чуваши занимают третье место. С каждым годом укрепляются экономические и гуманитарные связи. У всех ещё в памяти грандиозный праздник Акатуй, который прошёл несколько лет назад в Ульяновске в рамках Дней чувашской культуры. Жители Ульяновской области, которые носят такое вот гордое имя вашего народа, не только выписывали эту газету, но и всё сделали для того, чтобы мы не забывали ни традиции, ни культуру, ни родной язык, ни другие очень важные вещи, которые как раз являются духовными скрепами и скрепляют не только наши территории, допустим, с Чувашской республикой, но и наше сегодняшнее поколение, с тем поколением, которое жило когда-то. За многолетний добросовестный труд в отрасли глава Мининформполитики Чуваши Александр Иванов наградил почётными грамотами министерства, заместителя главного редактора газеты «Канаж» Анатолия Дмитриева и активного внештатного корреспондента газеты «Канаж» Александра Врашкина. Поздравить любимую газету, конечно же, пришли и её постоянные читатели. Всё там есть, даже про пожилых, советы все, что заготовить, что предпринять, какие успехи делать, всё там есть. Спасибо огромное им, здоровья им и творческих успехов хочется желать. Сегодня была очень рада, что они нам вот такой подарок дарят. С удовольствием подписалась. Если я скажу, не поверите, вчера вечером перед сном я достала старые номера газеты «Канаж», начиталась и сердце наполняло родным словом. Вот так я готовилась к встрече. Областная газета «Канаж» выходит по четвергам на чувашском языке, на восьми полосах формата А3 и освещает самые интересные события в жизни чувашской диаспоры. Иногда говорят, первый блин комом, но этот у нас как золотой подарок. Как золотое яичко мы его снесли. И что официально не было утверждено, это ничего. И мы как бы подпольно подготовили, поставили тогда, губернатором был у нас Юрий Фролович Горячев, перед фактом, что газета уже издается. Он нам сразу все условия создал, квартиры выделил и базу. Так что мы ему до сих пор благодарны очень за эту поддержку. Горжусь этим, больше ничего не могу сказать. Самое главное мы понимаем в своем деле вот так. Надо чаще встречаться с людьми, больше встречаться с людьми, знать их мнения и делать газету как им надо. Чтобы больше выписать нашу газету, мы очень часто выезжаем в села, населенные пункты, чувашские особенно, встречаются с людьми в клубах, в школах, в парковых отделениях. С помощью журналистов газеты за эти годы написано и выпущено в свет более ста книг на чувашском языке. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.